МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорим сегодня в программе, в которой мы обсуждаем наболевшие проблемы и ищем ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы. Вы смотрите программу «Студия-49». Я ведущий Сергей Никитин. Здравствуйте. Сегодня наши эксперты. Валерий Науменко, председатель Новосибирской региональной общественной организации Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов. Александр Калмаков, заместитель начальника управления жилищного строительства и инженерного обеспечения Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Но сначала посмотрим сюжет. Как не стать обманутым дольщиком? Но в Сибирской области от этого, наверное, не застрахован никто. Интересно, что в соседнем Кузбассе обманутых участников долевого строительства вовсе нет. А наш регион вышел в лидеры по количеству кинутых инвесторов строительства в целом по России. При этом в региональном Минструе не разделяют мнение о том, что в связи с кризисным явлением строительный рынок жилья в Новосибирской области может рухнуть. Тенденции, говорят чиновники, меняются в лучшую сторону. На середину года мы констатируем увеличение ипотечного кредитования порядка 40%. Ну и надеемся, что в дальнейшем и соответственно увеличение и платежеспособного спроса на население будет. И соответственно многие строители выйдут из того клинча, в котором они на сегодняшний день есть. Видимо, этот клинч и привел к большому количеству долгостроев Новосибирской области. И хотя, по мнению городских чиновников, их становится вроде как меньше, звучат и некоторые неутешительные прогнозы. Вот и замминистра тут же признается в том, что наряду с официальным и признанным списком проблемных домов есть и другой, так сказать, перспективный. У нас на сегодняшний день 54 официальных дома, которые по спискам у нас проходят. Это официальный список, который везде, у всех силовых структур, у наших, у нас и так далее. На контроле находится более 100 домов сейчас. Это, скажем так, в разной степени трудности, которые находятся в застройщике. Независимые эксперты замечают, что не то, чтобы больше 100, а намного больше домов в любой момент могут перекочевать в официальный список. И удивляются, почему этого до сих пор не сделано. Выводы, конечно, неутешительные, особенно с учетом состояния экономического состояния на сегодняшний день. Количество проблемных объектов, те цифры, которые показывают органы власти, они могут реально быть увеличены. И реально уже есть тенденции к этому. И фактически независимые эксперты эти цифры смело умножают на три. Что, в общем-то, соответствует действительности сегодняшней. А вот в мэрии вообще не признают такие неутешительные перспективы. Не очень понимаю, как можно такие прогнозы делать. Вообще такая информация, она может спровоцировать разные настроения. Поэтому, я думаю, надо очень критически и осторожно относиться к подобного рода запискам. Ситуация в городе Новосибирске, мы, по крайней мере, не чувствуем. Вот обвального какого-то остановки в строительном секторе есть сложности с реализацией у застройщиков. Поэтому, мне кажется, панические настроения, оснований для паники нет. Эксперты Общероссийского народного фронта уверены как раз в обратном. Нельзя замолчивать о проблеме, тем более, что, по мнению тех же чиновников, выход найтись может. Закон Новосибирской области позволяет передать земельные участки в аренду застройщикам без проведения торгов. Только лишь по распоряжению губернатора. То есть, такая аренда должна стать хорошей мотивацией для застройщика. Однако, до сих пор по этой схеме ни одного проблемного участка в эксплуатацию не ввели. К великому сожалению, мэрия очень долго делала порядок в предоставлении этих всех вещей, потому что 583 вышла у нас в июле прошлого года. Есть куча документов, это инновация, поэтому все достаточно серьезно к этому подходят, чтобы не было никаких юридических казусов. Поэтому порядок уже сделан, и мэрии города Новосибирска в том числе. И они обещают нам в октябре-ноябре провести пилотный проект. Так или иначе, любые способы решения проблемы будут зависеть от того, как будут действовать мэрия города, правительство области, застройщики, ну и, конечно, сами дольщики. Ну вот, об этом мы и собираемся сегодня поговорить в студии. Как, собственно, действовать в такой ситуации, когда, что там говорить, в общем-то, на дворе кризис, в строительной отрасли не все так здорово, а люди, которые вложили деньги еще давно, те пытаются получить свои квартиры. Итак, все-таки давайте зададим основные вопросы нашим экспертам. Как у нас сейчас ситуация все-таки? Ну, с начала года на территории города Новосибирска можно сказать, что значилось 49 объектов, которые долгострои, которые официальный список проблемных объектов. Планы по вводу в эксплуатацию в этом году – это 13 объектов. На сегодняшний день введены два жилых дома целиком, и один дом по Новосибирской, 27, введена одна секция. Ряд объектов еще находится в так называемом резерве, потому что, ну, то есть, как бы высокая степень готовности, и будем смотреть, насколько застройщик, то есть, как бы, ну и граждане смогут активизироваться, активизироваться, значит, по завершению объектов до конца года, либо в начале года. Значит, по каждому из объектов, то есть, уже на протяжении многих лет ведется работа, налажены контакты со всеми председателями кооперативов, значит, то есть, как бы, по всем объектам есть инициативные группы, жилищно-строительные кооперативы, собственно, совместно с Министерством строительства вырабатывались, так называемые, бизнес-планы по завершению строительства объекта, и то есть, каждый объект относится к определенной категории. То есть, мы, в принципе, понимаем по, практически по каждому из объектов выход из сложившейся ситуации. То есть, меры поддержки, которые на сегодняшний день разработаны и реализуются, это субсидиарные вещи, то есть, как бы, мэрия города Новосибирска совместно с Министерством строительства, значит, выплачивает субсидии на оплату технологического присоединения ресурсоснабжающим организациям объектов, на благоустройство дворовых территорий, на установку лифтов, значит, Ранее у нас действовал 108-й закон Новосибирской области, мы провели 8 конкурсов по 8 объектам, значит, на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов рублей, то есть, как бы, вот, и 5 объектов из данного количества, то есть, там, то есть, и ввод в эксплуатацию уже обеспечен, либо, то есть, на завершающей стадии. Александр Борисович, можно я перебью, это вот эти 1,5 миллиарда, это из городского бюджета? Это, по сути говоря, за счет земельных участков, то есть, ранее был 108-й закон Новосибирской области, и мы могли предоставлять организациям в собственные земельные участки, то есть, по сути говоря, денежные средства шли не в бюджет города Новосибирска, а на завершение строительства конкретного проблемного объекта, вот, и 8 конкурсных процедур таких были проведены уже по 8 объектам, значит, ну, в 15-м году у нас законодательство поменялось, то есть, как бы, данная мера поддержки перестала действовать, и, значит, на сегодняшний день, скажем так, вступил в действие 583-й закон Новосибирской области, разработали мы, наконец-то, все, то есть, нормативно-правовые акты, то есть, порядки мэрии города Новосибирска по реализации данного закона, значит, по первым объектам, двум объектам заявки поданы, и мы действительно, то есть, как бы, в ближайшее время опубликуем, и в октябре месяце, то есть, как бы, первый пилотный проект, как сказал замминистра, будет уже реализован. Всего из общего перечня под данную меру поддержки, под данный закон Новосибирской области, мы выделяем 15 объектов. Из 47 объектов, которые на сегодняшний день в официальном списке, мы 15 видим применение масштабного инвестиционного проекта. Спасибо. Ну, и давайте вот представитель общественной организации, Валерий Владимирович, теперь прокомментируйте высказывания коллеги. Проводится, на самом деле, титаническая работа всеми органами, всеми ветвями, скажем так, власти, на самом деле, за исключением, на мой взгляд, самой верхней ветви законодательной власти, которая страшно осложнила год назад принятием, значит, дополнений к земельному кодексу, которые практически блокировали исполнение 108-го закона нашего областного по, вот, под которым были сделаны все нормативные акты города, области, значит, была выстроена вся база, все было прописано до запятых. Запущен был вот этот вот маховик помощи дольщикам. И вот сейчас туда насыпали песка, значит, и все, он стал заскрижетал, остановился, появился годичный, годичный, значит, не... То есть год тянули с принятием закона, да? Нет, год тянули, не знали, что делать, потому что лихорадочно пытались на коленки залатать вот ту дыру, которая проделала в нашем нормотворчестве, областном и городском, непродуманное, на мой взгляд, сырое, откровенно популистское, глуповатое решение Государственной Думы. Сейчас у нас получилось то, что помогать мы бюджетными деньгами не можем, потому что это запрещено категорически, мы можем помогать как? Предоставлять земельные участки, за них какие-то, значит, деньги сверхбюджетные, мы можем напрямую, значит, отправляются эти деньги на помощь дольщикам. Но одно дело мы раньше предлагали землю в собственность, а сейчас в аренду. Ну вы же понимаете, что это валидность земли совершенно разная. И сейчас мы пытаемся делать вот хорошую мину при плохой игре. У меня лично претензий к областникам и городской администрации нет. Ну и все-таки, во-первых, если аренда, то аренда же не бесплатная, наверное, да? Самое слово аренда-то. По сути говоря, рыночная аренда, то есть как бы как любая организация выигрывает аукцион, право заключения договора. Еще надо деньги платить, да, в общем-то. Совершенно верно, то есть такая выгода какая-то странная. Ну вот тоже мы столкнулись с этим, когда вот делали какие-то сюжеты по этой проблеме, с тем, что, в общем-то, застройщики тоже не горят желанием идти, во-первых, потому что, ну, можно найти какие-то участки без обременения, да, а бывают же они, в общем-то говоря, с обременением еще, там надо чего-то сносить, чего-то кому-то тоже давать, там и так далее, да? И как бы у нас опять вторая волна, собственно, не пошла обманутый дочков уже вот от этих вот проектов, да? То есть мы что-то лечим, а что-то калечим получается, в общем-то. Ну вот здесь, смотрите, основным, то есть все равно ответственность, да, то есть организации, которая ввязывается в данный проект, она должна быть, и мы на нормативном уровне попытались это все дело прописать. То есть в договоре аренды, то есть, как бы, ну, собственно, пункт исполнения обязательств, он будет присутствовать. Ну, ситуация действительно, как сказал Валерий Владимирович, как бы, она разная, потому что раньше мы в собственность предоставляли земельный участок, в собственность цена, да, конкретного земельного участка была выше, нежели чем на сегодняшний день можно будет оценить тот же самый гектар земли. И плюс еще присутствует проблема дефицита самих земель. То есть процедура же, как бы, реализуется в отношении одного конкретного объекта одним конкретным земельным участком. На территории города Новосибирска есть резервы территорий, но они ограничены площадью. И мы должны понимать, что, значит, понятное дело, проще реализовать масштабный инвестиционный проект, где дефицит денежных средств по завершению строительства объекта ниже, то есть, как бы, следовательно, проще найти земельный участок соответствующей площади, нежели чем у нас дефициты, вот как по Закаменскому микрорайону, там составляют и 300, и, грубо говоря, по 400 миллионов рублей. Ну, это страшно говорить вообще про Закаменский микрорайон, если честно, потому что там стройка века затеяна, и сколько это будет строиться, тоже, конечно, все. Ну, самое главное в отношении, если вот коснулись Закаменского, то есть процедуры, то есть процедуры вот все подготовительные, банкротные, то есть мы пришли на сегодняшний день к такой модели, когда нам есть с кем работать, и мы можем какую-то модель выстраивать совместно, то есть на сегодняшний день они уже, часть из них организовались, то есть они уже переоформили на себя разрешение на строительство, решают вопрос по получению технических условий, и, собственно, по некоторым объектам привлекают генподрядчика, то есть как бы... То есть сами жильцы уже взяли на себя функции застройщика? У нас при мерах поддержки предусмотрена доплата со стороны граждан, то есть мы, ну, как бы первоначально пытаемся отталкиваться от 7 тысяч рублей с квадратного метра, значит, граждане эти деньги, кооперативы собирают, и, собственно, по некоторым объектам они уже, ну, то есть как бы, чтобы не стоять, не ждать на месте, они уже возобновляют работу, то есть как бы... То есть называется, люди сэкономили, да, покупая квартиру, в общем-то говоря, в чистом поле, да. Тревожная фраза была, сказана несколькими уже людьми, может быть, не будем трогать, может, как-то рассосется само, не будем, значит, будоражить ситуацию. Именно такой же разговор был по поводу Закаменского. Ну, что-то у них там как-то тяжело идет, а там уже экономика была просто настолько кривая, что было понятно, что этот колосс, он рухнет. С того момента, когда, значит, прошла информация, что руководители Закаменского, оказывается, кредиты выдают наличными средствами на сумму полтора миллиарда каким-то трем физлицам раздали, ой, ну давайте не будем говорить вслух, а вдруг рассосется как-то, вдруг это какой-то хитрый маневр, а они просто тупо выводили деньги, значит, то есть миллиардами, налом раздавали, понимая, что все это тонет. И сейчас миллиарды денег у них заморожены, и проблемы большие, а мы все продолжаем говорить, да это динозавры, они вымрут, они вымрут, им на свечи придет новая генерация, наша задача не заметать под ковер вот это вот безобразие, а надо его продезинфицировать как-то, и чтобы новый этап возник, наша задача только смягчить это дело все для народа. А то, что это отомрет, это атовизм там, хвост там, шерст там на спине, это все, все это вылезет. То есть мы сейчас на этапе превращения там куколки в бабочку и так далее. Ну, лишь бы потом из этой куколки вылупилась прекрасная бабочка, а не какая-то моль там заваренная. Да, вот тут уже генетика, понимаете, я боюсь, что там генокод-то нарушат давно, потому что вплоть до того, что есть огромные фирмы строительные, и им говорят уже, городское начальство, областное, там уже депутаты Госдумы там пальцем грозят, мол, как же вы работаете, ведь надо работать по договорам долевого участия, а там работают по каким-то кривым схемам. Валерий Вадимович, я тут как бы немножко добавлю, я думаю, все понимают, о чем вы говорите. Добавьте, контрольный в голову, да, давайте. Тут нельзя говорить абсолютно, что только у нас договор долевого участия и все, то есть единственная законная схема. Все-таки у нас привлечение средства по договорам ПАИ-накопления, если у нас застройщиком выступает жилище-строительный кооператив, да, а у нас даже вот, ну, абстрагируясь от организаций, есть организации, которые привлекают, ну, и то есть осуществляют строительство посредством жилищно-строительных кооперативов. У нас все проблемные объекты, в основном, которые прошли процедуру банкротства, застройщиком выступает именно жилищно-строительный кооператив. И им тоже необходимо реализовывать квадратные метры, да, то есть как бы, а реализовать они их могут только по договорам ПАИ-накоплениям. Поэтому тут тоже телезрители сильно пугать тем, что вот только ДДУ и все. Мы можем в этом смысле оттолкнуть от тех же самых кооперативов возможность реализовать оставшиеся квадратные метры для повышения своей рентабельности. Это вот как раз то, о чем Владимир Владимирович говорил, что главное не пугать, да? Да, не пугать, да. Вы смотрите программу «Студия 49». Сегодня мы говорим об обманутых дольщиков. А сейчас дадим слово Ларисе Юрьевне, которая разбирается в этой проблеме лучше нас. Что касается вложения средств через ЖСК, не секретнее для кого и наш регион, и всероссийская практика показывает, что в ЖСК уходили застройщики до того, как законодатель возложил обязанность на контролирующие органы контролировать их деятельность, ну и пока еще продолжают уходить для того, чтобы не показывать финансовую отчетность, финансовое содержание деятельности, финансовую устойчивость застройщика. И уходили, это создавались не те же ЖСК в рамках Жилищного и Гражданского кодекса, которые фактически группа граждан коллективно создает и строит, понимая, что они строят самостоятельно, своими силами и средствами. Ну, то есть, как когда-то было, вот еще при советской власти, что называется. Да, да, совершенно верно. А создавали именно застройщики профессиональные, чтобы уходить от 214-го закона. На сегодняшний день законодатель запретил это делать. С 1 января, с прошлого года, ЖСК в части подконтрольные контролирующим органам, а с 1 января 2017 года в полном объеме, в том числе и в части финансовой. И также будут предоставлять контролирующий орган отчетность. Что касается замалчивать проблему, вот то, что сказал мэр, да, не паниковать. Паниковать не нужно, совершенно не нужно. Но и сидеть сложа руки в ситуации, когда это характерно, опять же, не только для нашей области, а для всей России в целом, с учетом экономической ситуации, с учетом того, что застройщики наплодили ряд серых схем и всего остального, нужно, необходимо посчитать. И с учетом также вот этой ситуации, которую затронули, с наличием у нас достаточно, ну, большого количества, я бы сказала, с большой суммой задолженности застройщиков по аренде за землю, необходимо подсчитать, посмотреть, кто сможет выплатить эту аренду, кто не сможет и принять меры. Понимание такое, что органы власти действуют разрозненно. И вот это вот большая проблема. И вот здесь надо уже паниковать. Здесь уже повод основательный для паники есть. Мэрия отдельно, органы местного самоуправления, ну, законодательная власть, как бы, таких контролирующих полномочий не имеет. Областные органы отдельно. Либо каждый укрывается, что мы делаем вот это, вот это, вот это. Но это не спасает ситуацию в полном объеме. А в целом картинка, что ситуация усугубляется на самом деле. Надо делать очень четкое различие. Вот на сегодняшний день ЖСК, где дочери достраивают самостоятельно, еще получив земельный участок и целый ряд больших достаточно преференций, ну, то есть это и по технологическим подключениям, да, и субсидии, скажем так. Вот покупать в таких объектах, пожалуй, даже надежнее, чем у застройщиков, у надежных. По одной простой причине, там уже 100% все будет достроено. Вот мы как-то ушли от темы цифр. Хотелось бы вам немножко про цифры. Вот у нас, когда дом начинает строиться, либо на сайте застройщика, либо рядом с домом вывешивается паспорт объекта, где указан срок сдачи. Вот, скажем так, сегодня у нас в радиусе 40 километров от центра Новосибирска строится 487 домов с очередями. Ну, то есть, допустим, если брать на Рымский квартал, это не один дом, потому что там часть уже сдано, это как бы 5, скажем так, очередей. Так вот, из этих 487 домов, 16 должны были сдаться 8 и более лет назад, 19, 5, 7 лет назад, 16, 3, 4 года назад, 22 года назад и 53, 1,5 года и менее назад. То есть, 124 дома, то есть, 25 процентов, это уже срок нарушили. Еще 29, невозможно сдать срок чисто технологически, ну, допустим, связистов 15, да, дом заморожен на уровне второго этажа, срок сдачи там, третий квартал 16-го года. Понятно, что его и не в 16-м, не в 18-м не сдадут. Значит, то есть, уже получается, больше 30 процентов срок нарушен. Дальше, значит, из тех, которые остались, 32 дома заморожены, у части сменился застройщик, ну и, соответственно, когда вот мы слушали там выступление Шмидта, он говорил, что вот у нас увеличилось количество ипотеки там на 40 процентов, а на самом-то деле ситуация так совсем обратная. То есть, за первый квартал у нас падение к прошлому году там 7 процентов по продажам, по долевикам, а за второй квартал уже 30 процентов. И надо сказать, что уже в июле-августе ипотека падает по сравнению с прошлым годом. Поэтому ситуация-то как бы усугубляется. Более того, вот там говорили, что вот землю отдавали, ну давайте не будем как бы, сказать, лукавить. Как бы эти деньги не называли, это бюджетные деньги. Либо они дошли до бюджета, продали, либо их сразу взяли. То есть, поэтому и то, что, соответственно, Новосибирская область не вылетает из пятерки лидеров по количеству обманутых дольщиков, ну в общем, здесь как бы заслуг это не только застройщиков. Здесь как бы надо и властям посмотреть, что они делают. Для того, чтобы этот вопрос решать, нужно хотя бы посчитать сначала. А ведь никто считать не хочет. У мэрии одни данные, областной администрации другие данные. Ну, на падающем рынке у нас сейчас 69 замороженных объектов. В 2009 году на пике было 120. Ну, на падающем рынке, когда спрос падает, я думаю, количество замороженных объектов, ну, как минимум до 120 вырастет. Ну, а по моим прогнозам, реально до 150. Давайте сейчас разберем реальный кейс. Вот рядом со мной сидит человек, который имеет отношение как раз к таким вот недостроенным домам. Ну, сначала я тоже немножко про это скажу. Вот, например, Красина 54 дробь 1, да. Я познакомился с женщиной, которая живет на 17 этаже. Лифта, естественно, нет, потому что застройщик должен лифтовой компании 3 миллиона, взять их откуда-то, в общем-то, ниоткуда. Электричество там есть по временной схеме, но в большей части квартиру уже бомжи этот кабель утащили, там, выплыв из него медь. Вода действительно есть, в общем-то, если там ее каким-то образом самостоятельно подключить, там, ну, собственно, оплатить всю эту проводку и так далее. Но люди живут, деваться некуда. Но, с другой стороны, таких людей там не сильно много. Там, например, в этом доме 11 квартир, как я понимаю, прилежит мэрии, да, которая, ну, в принципе, наверное, бы могла, наверное, тоже как-то больше позаботиться о своем имуществе, которое там у них там заморожено. Вот. Остальные люди там, кто в Новой Зеландии, кто еще, это как раз вот случай, когда это были инвесторы, да, которые покупали дом в центре, а чего там, собственно, деньги не вложить, да, они деньги вложили. А теперь, получается, мы должны из бюджета каким-то образом это все дело компенсировать. Ну, или там отдавай землю, да. Вот. Я не хочу ничего в данном случае говорить. Я не разбирался там в этой проблеме. То есть, может, там застройщик и не виноват, потому что, ну, бывает, люди взялись там не за свое дело. Тоже бывает. В общем-то, это не тот случай, когда там деньги уворовали за границу. Но это вполне реальный случай, к сожалению, да. И вот, собственно говоря, тот же человек тоже, который, ну, давайте продолжите. У нас ситуация следующая. Ну, как Покрасина уже объяснили ситуацию более-менее. У нас тоже строящийся объект Дуси Ковальчук-242. Почему они связаны? Потому что это одни и те же физические лица, которые являются собственниками аффилированных юридических лиц. В нашем случае сейчас ситуация, ну, как мы считаем, патовая, потому что стройка стоит уже больше полугода. Там ведутся какие-то такие показательные работы. С января месяца этого года мы пытаемся привлечь внимание вот к нашей проблеме. То есть, у нас есть многочисленные обращения в мэрию, в Министерство строительства. Вот сейчас мы очередной, как бы, круг обращений направили в прокуратуру. Получаем исключительно отписки такого содержания первая часть полномочия органа. В соответствии с 10-14 МФЗ. Дальше идут рекомендации застройщику встречаться с нами, увеличить темпы строительства. И все в таком же роде. Вот у меня вопрос к экспертам. Как нам все-таки попытаться привлечь внимание вот к нашим проблемам? Как нам попасть вот в этот список проблемных объектов? Потому что дом, разрешение на строительство в 2009 году. Первые договоры 2009 год были заключены. Первый срок сдачи 4-й квартал 11-го, затем 4-й квартал 14-го. Сейчас середина 15-го года это официальная дата на сайте застройщика. Но там даже окна не везде стоят. Ситуация такова. По данному объекту экономика она есть за счет второй очереди, которую Министерство строительства, наверное, своевременно в судебном порядке запретило привлечение денежных средств. Значит, по второй очереди объектов. Развитие событий здесь вероятнее всего, если ситуация не сдвинется никаким образом. Мое личное мнение и мнение коллег, я думаю, согласятся. Необходимо вводить процедуру банкротства в срочном порядке для того, чтобы был человек в виде арбитражного управляющего, который будет всю картину изнутри. То есть, может быть, вот эти липовые сделки какие-то можно будет оспорить, как это делается. А дальше уже в процедуре смотреть, куда мы будем двигаться. То есть, у нас много примеров, когда мы, не доводя предприятие до ликвидации, если есть экономика на объекте, защищается план внешнего управления, привлекается в качестве инвестора другая строительная компания. Когда есть застройщик, как говорится, действующий, ну, де-юра на сегодняшний день, он действующий. И если с его стороны, то есть, как бы, определенный период действий никаких по завершению строительства нет, то есть, здесь необходимо принимать конкретные меры. Значит, на банкротство подать, собственно, как бы, могут физики, люди, у которых на сегодняшний день, ну, допустим, есть судебное решение, да, там, по-моему, свыше 100 тысяч на сегодняшний день. Значит, и подать на процедуру банкротства, и выстраивать уже взаимоотношения непосредственно, в том числе, с арбитражным управляющим. По Красино 54, дробь 1, значит, там тоже произошла смена учредителей. Там 3-4 блок секций введены в эксплуатацию достаточно давно, вот, а по вот этим, вот, где на сегодняшний день люди проживают, по сути говоря, на стройке, то есть, как бы, мы так же мониторим сейчас какое-то время, если сдвига не будет, значит, здесь мы уже с людьми этот вопрос обсуждали, то есть, как бы, необходимо так же банкротство. Тогда, собственно, и у властей развяжутся руки работы с данными объектами. Вы говорите, что нужен какой-то период, чтобы понять, что делать застройщикам, банкротить, не банкротить, вот сколько? Можете какой-то срок образмерить? Значит, мы буквально на следующей неделе все-таки проведем совещание с вот этими новыми учредителями, значит, определимся, я так думаю, что там месячного срока там достаточно, то есть, как бы, да, что, по крайней мере, что будет сделано за месяц. Ну, пару раз за этот месяц выйдем на стройку, непосредственно посмотрим, если ситуация не сдвигается никаким образом. Я думаю, что мы с вами, с инициативной группой встретимся обязательно и совместно определимся, что необходимо проводить собрание, то есть, как бы, дольщиков. Мы вам окажем содействие в этом вопросе где-нибудь там в администрации, либо в какой-то из школы соберемся, обсудим этот вопрос и необходимо вводить процедуру банкротства и совместно выстраивать взаимоотношения по завершению данного объекта. Эту ситуацию, главное, не усугубить, чтобы налево никуда свободные квадратные метры не ушли и, значит, и выстраивать вот эти взаимоотношения по завершению объекта. Новосибирский горсовет в эту проблематику вцепился очень плотно, полгода назад, потому что есть такие индикаторы, они, конечно, косвенные, значит, это не платеж арендных платежей строительными фирмами. Казалось бы, какой-то гигант, значит, там, не буду говорить кто, хотя все знают, значит, этих гигантов у нас. Задолженность 300 миллионов, у другого, значит, там 100, там 200, все это нарастает. И этой конторе продолжают выделяться новые земельные участки, за которые она, опять же, не платит. Понятно, что при миллиардных оборотах первой пятерки наших строителей города, ну, как бы 100 миллионов, там, 200, там, задолженности, это ерунда. Но это очень звоночек какой? Это платежи в бюджет, товарищи дорогие. Одна из тех немногих денег, которые нищий город получает в свой бюджет, это деньги за аренду земли. И когда голод на голодном пайке, когда нам, значит, области, значит, федеральный центр, значит, душат нас, там, обрезают, там, все финансирование, и вот расчет на эти деньги очень основательный, а они не платятся. Почему? Тогда группа инициативных депутатов выработали ряд из четырех пунктов неплохих, которые мы бросили клич, и треть депутатов их подписала. Ну, там самое элементарное, то есть первое, не выдавать земельные участки тем, у которых есть долги. Значит, и одно из тоже важных из этих предложений, которые мы были, и которые потом вошли в приказ по муниципалитету, это просьба, обратиться с просьбой в, значит, Министерство строительства наше региональное, у которого, вот у нас, у муниципалитета, у мэрии, нету полномочий для проверки строительных фирм. У нас, ну, нет такого органа, который бы проверял, такого манипулятора, который взял бы за шкирку и сказал, деньги где. Вот. А у Министерства строительства есть, надо что-то делать срочно. А здесь годами тянется, вы поймите, вот такая ситуация, как вот у девушки, значит, Лены с 242, дочь Ковальчук, она не делается сиюминутно. Там лак год, два, три. За это время можно, значит, их обанкротить грамотно, не так, как обанкротили, значит, Закаминские. Сама проблема заключается в том, что нету сроков, когда считать проблемный объект проблемным. Есть, установили 403-й приказ Министерства регионального развития, 9-месячную отбивку сделали, да, но есть объекты, которые сами застройщики достраивали и 2, и 3 года спустя нормально за собственные деньги, не взимая ни копейки дополнительных сдольщиков. Вот. А есть объекты, которые и раньше этого времени, вот тут же не оград, можно было передавать уже и называть проблемными. Вот. Единственное, вот, ну, нету вот конкретно критерий раз, два, три, четыре, пять, все, пошли банкротить. К удивлению, вот сейчас внесены изменения в 214-й, достаточно масштабные, глобальные, беспрецедентные. Опять усилили ответственность застройщика. Вроде бы улучшили ситуацию, направленные на улучшение ситуации, на защиту законных интересов дольщиков, но при этом, как ни странно, ответственность за нецелевое использование денежных средств ни административная, ни уголовная, не введена. В целом, я бы сказал, что работа именно по тому, как уже объекты, которые являются проблемными, как решать ситуацию по ним, как их достраивать, работа ведется достаточно серьезная, ведется системная и не первый год. Ведется она в том числе и с соответствующим департаментом в мэрии, ведется она в том числе и с соответствующим министерством в области, и депутатами, и общественниками. Я бы сказал, что вот в этих вопросах как раз, скорее всего, налажено, механизмы отработаны, много чего еще не хватает. Вот еще, опять же, 583-й, как только заработает в плане того, что мы соберемся на первую комиссию, но это октябрь, я надеюсь, ноябрь уже произойдет. Там уже есть готовые заявки, есть готовые инвесторы, которые, собственно, будут брать объекты. На самом деле, даже тех методов, которые, те способы, которые предоставляет 214 ФЗ, Министерство строительства, в частности, по Новосибирской области, их тоже можно использовать. Это проведение выездной проверки. Насколько я знаю, по итогам 2016 года ни одной такой проверки не проведено. Это запрет на привлечение денежных средств, обращение в арбитражный суд с заявлениями. Но вопрос своевременности, мы об этом говорили в июле 2015 года, а обратился Минстрой 9 августа 2016 года, то есть через год. На сегодняшний день это заявление не рассмотрено. За это время накладили 44 дольщика. Если бы это сделали своевременно, такой проблемы просто не было. В соответствии с теми поручениями президента Российской Федерации, 3 августа, которые были даны, 15-20, там как раз несколько вещей закреплены. Первое, что должен быть сформирован полноценный реестр и критерии его одинаковые для всех, чтобы не считали, цифры не отличались в 2, в 3, в 4 раза. Второе, эффективность работы с проблемными объектами до 1 октября включена в индивидуальные показатели эффективности работы органов исполнительной власти, то есть это губернаторы, региональные министры и так далее. Поэтому я-то хочу сказать о чем? О том, что механизмов и алгоритмов, способов достаточно, их просто не применяют. На правоохранителей ссылаются, да, ну по нашему эпизоду, допустим, да, в отношении генерального директора засрочек, уголовное дело возбуждено, там 13 уголовных дел возбуждено. Собственно, человек охотит на свободе, так и охотит. И самое главное, дом не строится. За ноль этажей, а по договорам ДДУ в декабре 15-го года должна была быть уже сдача. Мы обратились вот там и в Министерство строительства, и в администрацию города Аби с тем, чтобы представили тот алгоритм, механизм действия, да, который они видят, какая помощь от нас нужна в данном случае для завершения строительства дома. Такого алгоритма нет. Прошло полтора года, тише догладь, к сожалению. Казалось бы, закон, который обязывает застройщиков заключать договор о страховании своей ответственности, должен минимизировать этот процесс, да. Но, по крайней мере, вот как я вот послушал сегодня, я думаю, что далеко этот процесс за счет страхования ликвидировать не удастся. Почему? Во-первых, по отношению органов власти к контролю за ходом строительства. Вот правильно сегодня говорили. Если он там аренду не платит, или срок сдачи уже давно закончен, а там только первый этаж построен, да, то есть прежде всего причина лежит все-таки в отношении нашей власти к контролю за ходом строительства. Ну и, конечно, правильно и говорили, что полномочий сегодня пока достаточно, но нет, видимо, ответственности. И вот поэтому нам надо все-таки, во-первых, призвать нашу власть, чтобы повысили ответственность своих специалистов контролем за ходом строительства. Ну и, конечно, страхование, оно в какой-то мере может смягчить эту ситуацию, если на самом деле застройщик попадет в сложную ситуацию. Ну вот такой вот разговор произошел у нас в студии, из которой, в общем-то говоря, понятно, может быть, не сильно много, но понятно, в общем-то, одно. Самое главное, что, как всегда, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому, если вы вложили все-таки деньги в жилье, то будьте добры контролировать его строительство. И если что-то там не так, то надо быстрее все-таки обращаться, ну, хотя бы к общественникам, или там, не знаю, в мэрию, или там куда-нибудь еще. Но только не сидите сложа руки. Вы смотрели студию 49, я ведущий Сергей Никитин. Смотрите нас каждое воскресенье в 9 часов вечера. Всего доброго.